Итак, мы продолжаем специальный мануровый массаж шейно-развуковой зоны. Сейчас переходим к света номер 3. Встали в исходную позицию. Вот мы закончили тем, что понастягивали голову на себя. Тянем, тянем, тянем с вибрацией. Теперь кошка выпускает клокти. И мы попали как раз на калкупунктурные точки по четыре стороны. И тут вот, как на рояле. Одним, вторым, третьим, четвертым пальцем по очереди. Раз, приближивали. Два, три. Можете сказать ему, например, что вот у тебя тут проблемы. Больно, да, здесь? Нет? Сейчас тут мышцы, где крепятся, они бывают очень болезненные. И в обратную сторону приближивали. Гаммы пошли, гаммы. Да. И теперь прием называется кокоть огла. Хватает за череп и выносит в небо. Вот сюда, в точку. Прямо там ямочка будет, между черепами, первым пасломком, да? Туда поглубже, прямо на себя вот так раз натягиваются и приближивали его. Точка конфуция. Улучшает память и мозговую деятельность. И вот тут есть сверху, пощупайте, вот на черепе, на черепе шишечка, да? Получается три точки до этой шишки. Три пальца. Да. Раз, точка. Два, точка. Три. Как, носги прочищает? Это по центру прям, да? Да, да, да. Прямо по центру. Если они еще остались. Квадратный, квадратный корень из четырех, сколько? Тогда может упрощиться. Квадратный из четырех это просто. Дальше переходим на батарейки силы, да? На волосяном участке головы вот так мягко. Это все было болезненно, тут вот, когда мышцы сюда примыкают. С ними отдельный разговор, что с ними делаешь, потом покажу. Вот мягко и волнистыми движениями всю голову вот так проходим. Это достаточно приятно. Немножко как человек успокаивает его. Блительность перед дальнейшими сложными манипуляциями. Выцепляем. Да, высыпляем его. Ну, дальше поработаем с кожей черепа, да? Если бы лысый, да, можно было бы вот такую вот колбаску, например, катить. Ну, и если волосы есть, то тогда вот мы же вот шестеренки продолжим здесь делать. И уже сверху вниз. Все движения идут уже сверху вниз. Видите, сверху вниз мы идем. Вот так, прямые движения сверху вниз. Все тянем туда теперь. Лимфа уходит туда. Вот такой прием взяли. Ладно, давайте бессложный прием. Давайте попроще. Нет, на видео. Что мы там делаем? На видео, да, надо. Вот такой прием. Сейчас, что-то тебе записи. Вот так, схватили? Вот так, да, да, да. Только кончиками пальцев. Мы сжимаем кожу. Вот так делаем грядку такую вот. По центру, потом по бокам. Ага, классно. Видно, да, что с этим? Специально. Это еще и для волос массаж получается. Да, и для корней. Да. И для фасции тоже здесь, наверное, да, прорабатываются. И фасции, конечно, да. На голове очень много фасций. Вот проблема в том, что мышцы заканчиваются сухожилиями. И дальше идет сухожилийный шлем на весь череп. Он сжимает от напряжения череп, и это очень сильно влияет на давление. Давление защитное давление, которое зависит от атмосферного давления. Получается влияние на зависимость на погоду, хроническая усталость, бессонница, кровообращение в голове, в глазах даже кровообращение ухудшается. Вот все идет из-за вот этих мышц. То есть, прежде всего, надо их вот тут разжать. И сам череп. Там достаточно движения на несколько микрон. Несколько микроатмосфер меняет все вот это вот самочувствие. Выжил еще раз. Я уже столько не повторил еще раз. Значит, вот меняем кости черепа. Они вот так идут и вот так вот. Потом, посмотрите, сшиваются вот тут, да. Но, как правило, говорят, что с детства мы помним, что кости черепа срослись и не шевелятся. На самом деле, они шевелятся. Небольшие вот эти микродвижения такие, да, они вот улучшают самочувствие. Поэтому берем за эту половинку и за эту половинку и в разные стороны начинаем напряжение создавать. Когда идет на скручивание сюда, другая рука на скручивание вот сюда. Вот мы как бы. Навстречу друг другу. Другую, да. Теперь в другую сторону. Теперь на раскрытие как бы. Чего? Невольно. Невольно, да? Вот тут соединяем, а вот тут раскрываем как бы. Вот так даем, 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 даем. Ну, я быстро показываю, немножко помедленнее и по усидчивее. Теперь вот тут зеркальничок. Мы соединяем кожу со всех сторон. Приседей туда вот сжимаем. Так вот минутку. Даем, 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 даем. Создаем напряжение. Это же практически постсизиметрическая релаксация. Тот же самый смысл. Статическое напряжение, потом резко. Отпускаем. И разглаживаем мягенько так. Пир. Да, пир. Что-то почувствовал там в голове? Нет? Давайте еще попробуем перед голосом стал слышать. Я скажу. Кто-то со мной разговаривает, почему? Натираем виски. Это достаточно жестко. Лимфоотические протоки идут за ушами. Вот так вот, несколько рядов. И вот туда под кучицу. Вот туда вот вводим. Но на черепе это может сделать мягко. А по бокам шеи, вернее на черепе жестко. А по бокам шеи уже можно мягенько вот так вот мягко вводим. Даже тыльные стороны руки можно так вот ввести. Вот туда вниз. Еще раз. Раз. Вниз. Так точки будем проходить или? Да. Отдельно? 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 Точки чего? Сетом отдельно точки? Нет, слишком много будет. Слишком много, да? Но под видеозапись можно. Под видео. Дочер. Можно не повторять их на видео, только записать и все. Черный и красный хромастер. Что это запомнил? Значит вот. Сейчас целую неделю вырешу этих повторить. Полностью буквы. Клади голову. Вот есть такой квадратик, видите? Есть. Ну вот этот бакенбарда пошел. Тут бакенбарда. Вот. По линии. По линии сейчас робота нарисуем. По линии волос. Так проводим полосочку. Я идеец. И вот от этой линии полосочка, да? От бакенбарда здесь. Получается вот тут вот примерно вот три точки, отвечающие за внутрешечивное давление и за нормализацию боли. Заверим за успокоение боли, которое в височной части бывает. Как правило, они болезненные. Дальше идут точки акупунктурные по уху. Это перевернутый зародыш человека. Вот видите, вот эта голова находится. Вот пошла шея. Вот хребет, позвоночник. Ну, зародыш он больше на рыбу похож, чем на человека, честно говоря. И вот тут получается хвост. Внутри получается… Ой, я не в ту сторону показал, извините. Голова вот здесь, перевернутые ногами же. Вот. Получается вот точка уха, точка глаза, точка челюсти. Вот сюда пошел хребет, много точек. Мы просто прожимаем, вот сюда копчик заворачивается, да. Здесь, соответственно, будут органы рук, ног, вот там вот внутренние органы. А девчонки все куле тухи, они себе там… Да, да, да. Они как раз вот могут попасть в эту точку и немножко там потерять зрение. Зрение? А, неприлично. Может быть. Массаж головы. Процесс модификации тела. Модификации. Что они придумали? Модификации тела. А мы ждем тут операцию делаем? Работа, 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 работа. Пирсинок сейчас будем делать. Да, нормально. Вот, потом точки. Вот тут над козелком уха, да. Чуть выше вот скула заканчивается. Прямо три точки. Раз, два, три. Рядышко-надышко. Точки за ухом. Соответственно, вот тут лимфоузел всегда не давим. То есть между челюстью, да. А идем именно на череп. На черепе вот там. Ну, как бы случайно будет попадать в такие бугорки, ямочки-то найдете. Не обязательно прям точно попадает, да. Ну, попали, например. Не-не, прям за ухом. А в сустав сюда вот нельзя давить? Нельзя, тут лимфоузел. Ты такой, знаешь, так надавил, а сюда точно дать нельзя? Ты давай аккуратней. Что, серьезно? А я всегда, да. Захинселиваю голову сюда. Вот так вот разрезаем голову пополам, визуально, да. И отсюда по две точки сбоку, по два сантиметра вбок, и по два сантиметра друг от друга идут два ряда точек. Вот так вот идут. Доходят до сюда. Тут начинаются точки уже не акупунктурные, а триггерные. Триггерные я черно нарисую. Соответственно, вот здесь масляный не рисуется. Ровно сбоку, уголок лопатки, середина этой мышцы, где крепится мышца. Масляный не рисуется. На масле, да? Да. Точки, получается, где вот круглое мышцы, вот видите круглое мышцы, вот. А вот задняя дельта. Вот между ними точка. Давай уголками зафиксируем. На мете. Слушай, ну ты конечно юморист сегодня. Вот здесь точка. А давай другой маркер попробуем.